Еще задолго до Рождества Христова на Земле жили люди, наши прародители, которые назывались кельтами. Своих мудрых учителей они называли друидами. Перед знаниями материального и духовного миров друидов преклонялись многие народы, населявшие тогда Землю. В присутствии друида воины кельтов никогда не обнажали оружие. Чтобы получить звание начальной ступени друидов, нужно было 20 лет индивидуально обучаться у великого духовного наставника, жреца друида. Получивший посвящение назывался Барт. Он имел моральное право идти в народ и петь, вселять в людей свет и истину своей песней, формируя словами образы, исцеляющие души. Римляне выставили войско в девять раз превосходящие кельтов по численности. Прижатая к реке погибала последняя сражающаяся семья кельтов. Они стояли полукругом. За их спинами молодая женщина кормила грудью крохотную девочку и пела, пела молодая мать светлую, негрустную песню. Чтобы не вселились в душу девочки страх и печаль, чтобы были с ней образы светлые. Когда девочка отрывалась от соска материнской груди, их взгляды встречались. Женщина прерывала песню и всякий раз ласково называла девочку Барда. Уже не было обороняющегося полукруга. Перед римскими легионерами на тропе ведущей к кормящей женщине стоял с мечом в руках окровавленный молодой Барт. Он повернулся к женщине и, встретившись взглядами, они улыбнулись друг другу. Из раненый Барт смог удерживать римлян, пока женщина, спустившись к реке, не положила крохотную девочку в лодку и не оттолкнула лодку от берега. Обескровленный Барт последним усилием воли бросила к ногам молодой женщины свое оружие. Она подняла меч. Она в течение четырех часов непрерывно сражалась на узкой тропе с легионерами, не подпуская их к реке. Легионеры уставали и сменяли друг друга на тропе. Римские военачальники в недоумении молча наблюдали, Но не могли понять, почему опытные и сильные солдаты не могут даже нанести царапину на тело женщины. Она сражалась четыре часа. Потом сгорела. Ее легкие высохли от обезвоживания, не получив ни глотка воды. Из потрескавшихся красивых губ сочилась кровь. Медленно опускаясь на колени и падая, Она смогла еще раз послать слабую улыбку Вслед уносимой течением реки лодки С маленькой будущей пивуньей Бардой И уносимому сквозь тысячелетия для нас сегодня живущих, Спасенному ею слову и образу его. Не только воплоти суть человеческая, Неизмеримо большее и значимое невидимое чувство, Стремление и ощущение. Девочка Барда выросла и стала девушкой, Потом женщиной и матерью. Она жила на земле и пела. Ее песни дарили только светлые эмоции людям, Как луч всеисцеляющий помогали они разгонять пасмурность души. Многие житейские невзгоды и лишения Пытались загасить источник этого лучика. Невидимые темные силы пытались пробраться к нему, Но не смогли преодолеть единственного препятствия, Стоящих на тропе. Стоящих на тропе.